Всем привет, меня зовут Сергей, мы продолжаем с вами Экс-машину. И так много народу в комментах под прошлым видосом написалось, что я мог выбить те розовые энергосопли. Погоди, а почему там ящик лежит? Я же его забирал. Да, за этот ящик спасибо, я его реально не хр... А, там я не весь лут просто забрал, да? Металлолун, дровоширшень, странно, вроде забирал. Ну, может, перезагрузился, неважно, ладно. Я что хотел сказать-то? Очень-очень-очень-очень много народу написало в комментах под прошлым видео, что можно было выбить ту розовую хрень, и прямо надо было ее выбить, и я бы ездил всех ваншотил там и туда, и сюда, и, короче, я перезагрузился и выбил его. Это называется слон, причем выбил я его с первой попытки. И сразу скажу, мы с вами так делать больше не будем, нет. Вот один раз сделал, один раз, просто один раз и все. Один раз, как известно, не этот самый, не выбивающий слона. Больше мы так делать с вами не будем специально перезагружаться. Как игра будет идти, так она и будет идти. Вот, без всяких там этих самых. Нам сейчас надо, во-первых, сдать квест, а во-вторых, наверное, поставить эту новую суперпушку. Ааа, Мэр Минина, что ты хочешь мне сказать? Огромное спасибо, простынь человеческая. Мы, наконец-то, можем вздохнуть свободно, не опасаясь за свои жизни. И кошельки. Ну, ведь сама по себе нефть не потечет. Эти мерзавцы сейчас протирают штаны в баре, вместо того, чтобы работать для общего блага. Посмотрю, что я смогу сделать с работниками, попытаюсь их уговорить. Так, это я был в мэрии, идем в бар, в староста, а рабочий. Опять ты! Что, ребята, работать будем? Какая, к чертям, работа? У нас забастовка! А в чем, собственно, дело? Работа тяжелая, платят гроши. Вот мы и отказываемся потрачить, а мэр-собака наживается на наших бедах. Так он же говорит, что город бедный, совсем бандиты разорели. Это он сам разорел. И вообще не понимает, зачем нам мэр нужен. Тем более такой, не будем мы работать, и все тут. Но мне очень нужно... И не проси! А что ж ты теперь делаешь? Придется разобраться, что здесь у вас происходит. Опа. Погоди, мэр, я хотел вообще сейчас затариться, а он там начал уже вон выписывать. Ладно, поехали. И главное, мы с ним на всю пустыню сейчас на дороге две машины. Он не может запалить, что за ним слежка. Правда, что ли? Ладно. Поехали за мэром, потом, видимо, придется возвращаться, так сказать. Я понял, вплотную мы к этим не приезжаем, к тем, за кем мы следуем. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Я огромная, но незаметная совершенно для тебя машина. Ну и что, что я раза в четыре, наверное, больше. И да, спасибо за... За вот это вот. F8 же, F8, для того, чтобы сделать красивый скрин. Но, правда, это чисто пауза. А я, блин, когда делал... Не делал, точнее, когда смотрел настройки, я там увидел F7. А на F8 эту паузу заметил, но как-то проигнорировал. Я и искал что-то вроде того, чтобы там зафиксировать оружие, либо что-то типа этого, кнопку. Но нет. Все оказалось намного проще. Нажми на паузу и не мучайся. Да, мэр? Воу. Что-то ты там, короче, мутишь у нас, да, мэрюга? У тебя в кусты поехал. Или он меня просто в очередную засаду тащит? В засаду меня тащишь, признавайся! Хотя, что у него спрашивают? Он же меня не видит. Возьмем его. Себя возьми! Блин, мне бы мэра не обогнать с этой стрельбой назад. Где мэр-то? Во, уехал на... Блин, вот молоководство нарисовался не в тему. Там мэр с кем-то это... С кем-то что-то делит. Не делит, точнее, а делает. Так, умирай, 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 умирай. Все, умирай. Умирай, ты достал, молодец. Транспорт. Ну, обменялись они, допустим, с транспортом. И что, мэр-то дальше поехал. Вы выполнили задание, ну и хорошо. Сколько добра свалено в этом тайнике. Значит, мэр действительно вор. И если я расскажу об этом в мине, то его точно прогонят с управляющего поста. Если не хуже. И работники могут захотеть работать. Угу. Два километра теперь домой-то переться. Ну, поперлись. Чё, далеко? Куда нас, кстати, вообще закинуло-то? Аж, блин, сюда. Здесь и рядом есть дорога. Выйду я, короче говоря, на дорогу. И поеду домой. Как доеду, так, опс. Извините. Так мы с вами уже и продолжим. Вы упарили! Где? Вон там. Ладно, ну их нафиг. Сами догонят. И раз. 958 прочности. Так и осталось. Смотри. Вообще даже не поцарапался. Чудненько. Всё, мы едем за новой машиной. Точнее, нет. За новой половиной машины. А для того, чтобы можно было поставить этот слон, энергохренитую, и потом будем тестировать. И я ещё хотел сказать, на самом деле, вот спасибо. Правда, спасибо вам, тем, кто пишут комменты. И тем, кто пишут, как советы к прохождению этой игры. Но, скажу честно, комменты типа... Тихо, тихо, не падаем. Комменты типа... Которые начинаются со слов, а вот в следующей локации. Или типа того, что, а лучше всего. И вот все вот такие комменты. Я обычно стараюсь просто не читать, потому что вы описываете, по сути, то, как вы прошли эту игру. Не хочу. Я хочу пройти игру так, как я её пройду. Вот как бы странно это ни звучало. Вы там покупали какие-то... Боец-бродяга там сидит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они тут везде вообще со всех сторон. Я хочу пройти эту игру реально вот так, как она у меня пройдётся. Какую там кабину я куплю, на то и поедем. И если буду совершать где-то какие-то ошибки, ну чё поделать. Буду на этих ошибках, наверное, учиться. Будем менять кабину там, тестировать и то, и другое. Так, и тем временем багажник у меня вообще весь раскукожило. Бабла мне сейчас, по-моему, хватает. По-моему, хватает мне бабла на то, чтобы купить необходимую эту самую необходимую штуку. Но давайте сначала квест. Узнал что-нибудь. Вы правы, мэр, вор и обманщик. Я нашёл, куда он увозил городские богатства. Я ж говорил, не быть ему больше главой. Увижу морду на чищу. Раз вы теперь сами себе хозяева, будете работать? Не вопрос. Тогда полезайте в кузов. Гастарбайтеры, блин. Так, староста, хочешь мне что-нибудь сказать? Какие новости, жаль, ладно. Вот и поговорили. И я иду так. Во-первых, смотри. Дрова раз, металл два, шершинг три. Шмеля. Шмеля я пока что себе, наверное, оставлю. Хотя, ну блин, миномёт. Но не совместим. Но он со следующей конфигурацией будет совместим, потому что 6 на 2 и 6 на 2, я так полагаю, одно и то же. Вон, омега, 42 косаря. Миномёт. Уписятся. Так, идём сюда, идём. Шип, ржавый шип, отличный вихрь. Здесь я пока, наверное, ничего всё же брать не буду, потому что, потому что нет. Дай мне сюда, дай мне сюда. Отличный бокс. 12 тысяч 150. Ох, ни хрена у него, 16 косарей. 12 тысяч 156. Так, у генератора здесь 4. Здесь 4. Ну и у бокса уже 6 клеток. Вот, пожалуйста, слона мы сюда сможем закукожить. Так, ладно, всё, давай. Иди сюда. Кузови остались. Так, погоди, нет. Ммм, раз. Два. Корт, снять его. Ну, это снимать не надо. Это я не продаю. Так, ладно, Корт, иди сюда пока. Ииии, дай. Да. Серьёзно это чило так-то намечается. Кабина, правда, теперь выглядит как-то вообще прям по-слабенькому на фоне всего этого. Дай-ка мне теперь, знаешь чё? Так, во-первых. 140, 163 заправились, починились. Покраска машины, оно мне надо. А неплохо так-то выглядит. Прямо такой красный, опасный цвет, короче. Дай сюда. Надо, в конце концов, быть модным, а не вот это вот всё. Так, ну хорошо, хорошо. И наша новая точила готова к бою. Ну, почти готова. Слон и шмель. Да, по стоимости смотришь, средняя цена, и сразу понятно просто, во сколько раз эта плазменная пушка мощнее, чем шмель. Но давайте мы начнём всё равно именно со шмеля. Блин, Корт надо продать, и всё, нафиг я его. Маленько постреляем, просто посмотрим, как он действует, как он работает, как он кого убивает. Доедем до ближайшей точки, и там его продадим. Мужик хочет каранату, бесплатно. Ладно, он мне ничего не сделал, я не буду в него стрелять. Нефтяная вышка. На нефтяной вышке мы с вами уже были, и тут за горой, как правило, спаунится сразу толпа всяких индейцев. Вот сейчас мы на них и опробуем нашу новую пушку. На нашей почти полностью новой точиле. Мне нравится, мне нравится, как она выглядит. Определённо, с этим ещё новым цветом. Так, ладно, где враги? Говорили, надо быстро, 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 это самое, крутить камеры для того, чтобы враги больше исполнились. Вы где? Нет никого. Ну и хрена с ним, ладно, сейчас кого-нибудь найдём. Иии, я прибыл. А меня никто не встречает. Куда мне сюда? Побибикать? Да, смотри, побибикать. Вот, опять эта музыка. Ой, я так активно мышкой тряш, что выключил чувствительность. Сейчас, секунду. Не то. Вот, тот режим. Нефтяник Крис. Вот и первая бочка нефти. Я отвезу её в город и расскажу всем, что больше не будет перебоев с топливом. Специально поставлю её в кабину, чтобы ничего не случилось. Чё, есть? Короче, иди. Ты смотри, нефтяник и КПВТ продаёт. Ладно, мне это... Чего? Какие 5-8-8-1? Откуда? Я не понял. А-а-а! Это... О-о-о! Да ну нет! Да я вертел! Ты чё? Прочность 85 из 400. А здесь 75 из 250. Охренеть! Ну пофиг, ладно. Выйдем сейчас пару раз с этого шмеля, пальнём да продадим его нахрен, потому что он ломается и ещё платить за его ремонт это вообще, блин. Несколько штук за починку этой-этой. Да у меня машина почти столько стоит. Где бандиты? Кто-нибудь срочно, давай приезжай, я тебя гранатами покидаюсь да продам уже его. Я сознательно проехал мимо входа в город, потому что я уже ищу какого-нибудь бандита. Покидать в него этими гранатами, потом поехать в город и продать эту пушку. А то как-то будет просто неудобно. Мы её выбили и даже ни разу не постреляли, избавились. Ну чё это? Надо пострелять. Вот вы где, мои красавцы! И там ракетная установка, да? Воу. Воу. Так погоди, чё-то я тебя не понял. Хрена себе! Хрена себе! Так тут ещё и сплэш есть у этой пушки. А ну-ка, 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 вот как-то... Нет, даже больше надо брать упреждения. Да, вот так. Не, ну блин, неплохо, неплохо, но... С учётом того, что если вот этот слон ещё мощнее, чем шмель, это же мы чё сейчас вытворять-то начнём? А? Это же будет вообще какая-то жесть! И почему у меня вдруг огонь встал на правую кнопку мыши, хотя всё время был на левую? Непонятно. Короче, покатили в город, починим себя, починим пушку, починим всё, сдадим квесты и будем продолжать. А ну вот она, смотри, атака из оружия группы 2 на правую кнопку мыши. А где мне здесь написано, что это оружие группы 2? У меня же здесь стоял пулемёт, я им стрелял всё время на левую кнопку мыши. Я реально не догоняю, если чего, объясните мне, пожалуйста. Или это просто из-за козы? Я хрен его знает, короче, жду ваших комментов. Я реально этот момент не понимаю, почему это вдруг стало оружием группы 2. Почему-то вдруг стало. Так, металл раз, 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 раз. Всё. Вот такая внушительная пушка-то, а. Я не представляю, какого размера должна быть машина, чтобы её поставить. Наверное, просто какого-то аграр... Ёпта-ть. У меня бабла впритык. Починить просто эту пушку и всё, ладно, давай починим. 199 рублей. Ещё пара заправок и я бомж. Зачёт. Замечательно. Просто замечательно. Так, ладно. В мэрии ничего не хотят. Рабочий Рид. Спасибо, ты очень помог нашему городу и всем нам. Ты всегда будешь здесь желанным гостем для тебя на всё скидка. А как начать дороги на север? Ага. Вот как, когда нефтеоборот налажен, можешь ехать за нашими караванами. Они покажут тебе правильный путь на север. Именно туда, куда ты хочешь. Прощайте. Всё, я поехал. Можно прямо сейчас выдвигаться. Здесь кабины прежние. Блин, а? Блин, а? Погоди, а чё тебе? Слон на 271, кабина на 20-ку. Когда испортиться-то успел. Или... А, кажется, я понял, почему такая вдруг стоимость появилась. Ну да ладно. Где мои караваны? Да, вот. Именно потому стоимость и появилась, что я получил 200 монет. И починка здесь, походу, дело как ступенчатая, что ли. А, караванов не будет? Я могу сам ехать. Да, я могу сам ехать. Я думал, мне сейчас дадут какой-нибудь караван, которому надо будет сесть на жопу и просто за ним переться куда-то до края карты. А ну вот оно как. Мне любезно поставили отметочку и отправили самого. Ха-ро-шо. На самом деле, на самом деле хорошо. Я не хочу не сидеть у кого на хвосте, потому что они тут вообще все неадекватные. А ещё я хочу вот такую тачку. Но это, видимо, не сейчас. А здесь какой-то въезд ещё. Мужик ходит вообще по шиве в траве. Вы бы хоть траву-то здесь скосили. Неудобно ж так ходить, наверное. Хотя им пофигу. Ну и что, что по шею? Зато ветер не дует. Ладно, ребят, мы отсюда с вами выворачиваем. И по ходу дела передвигаемся на новой машине. С новой пушкой едем в новую локацию. Что может быть чудеснее? Новая дорога ещё в эту новую локацию. О, хорошо. Съехал, почти не убился. И касаемо рекомендаций ваших, что падаешь там с горы, нажимай на О. Типа того, что на исправление этого машины, чтобы на колёса ставила, не будешь получать урон. Ну, это опять же, это что-то вроде из редреда читов. Не то, чтобы это прямо... Это легальный чит, можно сказать, буквально. Я не хочу это использовать. Если упаду где-то с горы и побьюсь, значит, упаду и побьюсь. А так, вот такие вот примочки использовать, это неприкольно. Во всяком случае, сейчас, пока мы проходим первый раз эту X-машину, когда будем проходить по сюжетке с Лисой, вот тогда, возможно... Затихни, а! Чихает он там на меня. Ну, кстати, неплохо, он мне так прочности-то успел снять. Когда с Лисой будем проходить вторую сюжетку, вот тогда, возможно, уже будем использовать и четырить там, и вот эти вот всякие примочки. Это да. На первый раз давайте попробуем его по-чистому. Почти не перезагружаясь в случае, если где-то что-то запылили. Если будут баги, да, будем перезагружаться. А так нет. И, судя по всему, я добрался до края зоны. Вон там уже нихрена не видно. Угу. Новая локация. Давайте посмотрим, какая она и чем она нас встретит. А встретит она нас тьмой... Вот это музыка! Вот это музыка! Я даже бибикать не хочу, и я хочу эту музыку послушать. Хотя я ее слышал уже два миллиона раз, но и два миллиона первый раз я все равно ее послушаю еще раз с удовольствием. Ладно. Берко. Или Берко. Вектора продает. Ну, что больше не продает? Это нихрена не продает. Блин, ну 58 уже за починку. Я реально все, у меня бабло теперь никогда нет. Так, Бермен. Есть ли работа? Бандита потеряли по 878 за каждого бандита. Окей. Ну-ка. Там, здесь все путем. Нейл. Сижу, грущу. А что так? А кому сейчас легко? Ну и сиди тут. Ты какой бессердечный, а? Ну и... Как бы на этом все. Да? Да. Ладно. Поехали дальше. Музыка пропала! Верни! Верни тырыдын-тырыдыдын, который до этого играл. И алло. Давайте в этот город тоже сразу по пути заглянем, раз уж он нам попался. Посмотрим, чем торгуют. Еще одна такая же работа. Так, ладно, я ее пока что оставлю. Я не знаю, просто стакается или нет эта награда. Мы одно задание такое уже взяли на бандитов. Потом возьмем второе это. Еще один из большой земли. Приветствую вас, труженики, моря. И тебе того же. А при чем тут море? Ну это же рыбасский поселок, так? Ну-ну, полегче. Ты находишься в столице свободного края. Оглянись, ты море видишь. А признаться нет. Простите, я не задел ваши патриотические чувства. Я ищу старика Гомера. Не знаете такого? Кто же этого болтуна не знает? Вечно напьется и пристает ко всем со своими байками. И где же мне его искать? Попробуй один из рыбасских поселков и не смотри так. Как все остальные здешние поселения, кроме нашего. Это именно рыбацкие поселки. Но мы не такие. Конечно, ничего общего. Спасибо, поеду искать. Голден. Ты бы не мог нам помочь. А чем же я могу вам помочь? Наш склад был захвачен местным населением. Так а... Почему же вы не можете отбить его силы? Так и что, что... Погоди, а вы сами не местные, что ли? Ладно. А нам не хочется ссориться окончательно с жителями этих земель. Поэтому мы и просим тебя. Хорошо, попробуй разобраться. Аааа... Так, бармен. Приветствую тебя, путник. Если работает... Это да, это за... А, погоди. Нужно отвезти кое-какие исследовательские данные, образцы. Давай. Я вообще задание по диагонали прочитал первый раз. Ну, как обычно. Вихаря, шип и шип. Здесь продается. Я же так понимаю, я же сюда еще пушку могу поставить, правильно? Но мне все равно нет на это бабла. А вот это вот под какие модули? Вот под это, наверное... А, нет. Ешь, две клетки. Это тоже две клетки. Водяная система. Хотя две вертикальные клетки, по-моему, это оно и есть, да? Да или да? Две вертикальные клетки. Погоди, я не то смотрю. Нет. Здесь два однопалубных корабля. Короче, хрен его знает, под что это. Я думаю, потом мы с вами с этим разберемся. А пока что продолжаем движение по квестам. А, гудок для въезда в город я жать не буду. Хотя мне это и предлагают сделать. Нет, спасибо. Далеко ехать-то, я так понимаю. Ехать по прямой было бы близко. Ну, здесь наверняка будет какая-нибудь гора, которая заставит проехать вот так. Ладно, покатили, чего уж тут. Если кто-нибудь где-нибудь увидит вдали какой-то лут, кричите. Я остановлюсь, рауза беру. Смертнички! Так, я понял. С этой пушкой надо реально... Ай! Простите! Простите, оборвал кому-то провода. Хотя в городе свет есть, значит, все в порядке. Эта пушка, она стреляет раз в полгода, но при этом убивает просто все. Значит, будем стараться держаться на дистанции и мочить врагов издали. Но у нее снаряд летит медленно, и попасть будет не так, чтобы прям просто... А ты смотри, какое... Что там опять смертники? Вон сидит, смотри. И... Пыщ! Готово, и... Ну, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, спасибо. Надо движок из полин поставить, чтобы... Вот она музыка. Все, там тоже разнесли. Чтобы перезаряжалась эта самая на 20% быстрее. Здесь опять какая-то это... Какая густонаселенная местность. Прямо город на городе, на городе, на городе. Вон опять страусы, которые охотятся за этими самыми, за мышами. На знаки веселья. Все, покатили. Покатили... Наверное, сначала вторичный квест сделаем, а потом уже дэши на основной. Вот! Бандюганы! Где вы там? Давай, давай, подходи по одному. Я так хочу уже новую пушку свою на вас потестить. Вон там впереди еще один. Тыщ! Промазал, промазал. Уралы! Уралы! Ядрить его! Налево. И одна плюха полмашины у него отпала. Так сзади у меня еще стреляет. Так вот, зараза! Взял, назад сдал. Тихо, 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 тихо. Я не хочу умирать. Не сегодня. Не сегодня. Давай, 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 давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Это тыщ! Да смотри! Ага, в текстуре, но попал! Давай, 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 давай. Хорошо. Ой, и последний. Этот у нас какой-то сломанный. Все, один выстрел, и просто он развалился сразу. Он все время какой-то сломанный. Он то без пушки вообще не стреляет, то стреляет, но куда-то далеко. Медленный спектр. Серьезно? Медленный спектр, это и все, что я получу за свои страдания? И спектр с обрезанным стволом. Это жесть какая-то. Главное, с Уралом подрался. Блин, дали медленный спектр. Я тоже хочу Урал. Так, направо некий кардан. Давайте я по прямой просто проеду, вот здесь вот на авторичку. В тот город мы с вами заезжать пока не будем. Мы ни в какой пока что город заезжать, наверное, не будем. А ну-ка. Готов, голубчик. И... Ну да, 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 конечно, конечно, конечно. Куда я сейчас попал-то? Объясните мне, пожалуйста. Вот, другое дело. Вот теперь я попал по машине. Он даже не сразу понял, что он умер. Он просто потух, а потом уже взорвался. И у меня, кстати, на всех этих комрадов ушло так-то полмашины. Я эти полмашины пока подчиню. У меня там уже... Бабла-то не останется. О, да. Готово. И готово. Нефть, горючее, смертельный корт. Что там еще? Спектр с лазер... О, я застрял. Я застрял. Я застрял. Застрял я. Да... Да... О, это я все. Это я приехал. Это я приехал. Да ну... И никакое встать на колеса мне не помогает. Вообще. Ё-моё. Пожалуйста, пожалуйста, машина, слезь отсюда. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы там каких-то ништяков нашли. Забор прострелить нельзя. Почему? Ну, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Нас же иметь там едут. Машина. Быстрее, быстрее, быстрее. Поздравьте меня. Я просто уже намертво сел на этот забор. Я не понимаю, по какой такой физике, но по какой-то физике моя машина наконец-то начала здесь раскачиваться на этом заборе. Не исключено, что скоро я отсюда и вылезу. Потому что если не вылезу, то последнее сохранение у меня вообще было тогда, когда я сопровождал мэра. И это очень грустно. Это очень грустно. Я не хочу на последнее сохранение. О, реально не помогает. О, реально мне никак вообще не помогает. Помогает вылезти из этого места. Называется «Хочешь, не хочешь, загружайся». Это потому что сохраняться чаще надо было. Блин. Ладно. Сейчас быстренько все восстановлю. Мне кажется, или там... Там ящик с лутом лежит, да? Да. А первый раз я катался, я его не заметил. И главное, тут он еще разматросил у кого-то. Вон у нас осколки и обломки лежат. Так, что у нас здесь? Шершень! Стоило ради этого сюда переться. И это, кстати, вообще, по-моему, ящики, которые должны были быть здесь, внизу, в пещере. Да? 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 По-моему, да. А, нет, смотри, это какие-то другие ящики. Наверху, кстати, лежат обломки мэра. Если мне не показалось, именно его там и порвало. Ну и хорошо. Главное, серьезные тащилы, то вон уже и здесь появились. Да, я уже и обулся, и пушку сменил. Ага, увидимся в заду. Вот так. Промазал. А что у тебя там? У него там какой-то многоствольный пулемет. Не знаю, что за пулемет, но это и не важно, потому что... Да, да, да. Не хватает места в кузове. Опачки! Бесполезный вулкан с обрезанным ни хрена себе. Откуда у меня столько металлолома? Так, шторм уходи. 420. 666. Действительно бесполезный. 1100 выстрелов в минуту. Дальность 37. Нахрена вам не нужен? Прочный 926. Хотя, если его починить... Так, уходи. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пойдем посмотрим, чего-то вывалялось. Неплохо так-то. Металлолома насыпало. И здесь я опять забрал металлолом. Хорошо, погоди, дай постреляю. Постреляю, потом продам. Это тоже группа оружия 2, он висит. Я люблю миниганы. Я в красауте люблю миниганы. И здесь, не знаю, я пока что люблю, не люблю ли миниганы. Хотя бы постреляй с него по кому-нибудь. Вылезай, кто-нибудь! Ну, короче, я так и не нашел, по кому пострелять из этой пушки. И так мне никто и не подвернулся. Но... То, что я вот так перезагрузился, по-моему, даже к лучшему. Потому что, вон, 4 косаря уже. Так, миниган, тоже уходи. Давай, уходи. Хорошо. И... Продолжаем наш квест. Короче, я сейчас машину перекрашу. И все, ребята. И мы уже встретимся в той точке, на которой я завалился. 4 600 опять. Ну, ты смотри, это все это. Да, это все слон. Слон сжирает бабло, реально, как слон. Просто какая-то жесть. Дай мне... Стой, нет. Дай мне красненькую. Появилась новая книга в журнале. Кстати, пишет. Я первый раз это проигнорировал. Тут же вон есть книги. А многие задаются вон про маски. Целая тонна квеста. После катастрофы многие умерли. Прежде чем были придуманы защитные маски. Из всех живых созданий, некогда населяющих мир, только люди смогли выжить. Возможно, воздух уже очистился. Скажет неверующий. Будет в конце концов. Но это мы, в принципе, читали. Нам в самом начале первой серии рассказывали. Путешествие Садибана. И здесь, короче, просто какая-то жесть. Текста просто до хрена. Давайте почитаем. Наверняка кому-нибудь будет любопытно. Единственное, что, так как здесь целая мегатонна текста, я это буду читать про себя. Вслух это будет долго. И читайте вместе со мной текст на ваших экранах. Так, четыре. Продолжение следует... Такая вот история про Фадерленд. Вот это сейчас эпичненько было. В дальнем углу экрана сидели враги, и просто вспыхнула молния, и они тут же пропали. Такие просто как призраки, которые наблюдали за мной издали и пропали вместе со вспышкой. И вот оно. То самое злостное место, на котором я в прошлый раз завалился. Есть одно только маленькое новость о этой истории. Знаете, какое? То, что я забыл взять вторичку. В этот раз. Реально просто забыл. В этот раз у нас есть только основной квест. Ну, ладно, поедем прямо сразу на основной квест. Потом не исключено, что... Я потом между сериями. Перед записью следующей серии просто сгоняю в Нижний город, возьму эту вторичку. Давай, выезжай! Блин, больше надо было брать упреждения. Рыбак, главное. Рыбак на такой тащили. Какой же ты рыбак? Ты там кого убиваешься с такими пулеметами? Господи, аж здесь что-то осыпалось. Так, я поднял вектор. Вектор это... Херня. Вектор это херня. Так, заборы, 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 пожалуйста. Только не вы, только не заборы. Кажется, я понял... Нет! Машина, я тебя сейчас колеса поотрываю нахрен. Кажется, я понял, почему в первых сериях неписи так реагировали на заборы. Слабый шторм с обрезанным стволом. Скорее всего, это просто, знаете почему? Потому что заборы здесь реально какие-то противоестественные существа. Вон там кто-то сидел. И у некоторых неписи уже просто реально едет крыша от этих заборов. Они их боятся, у них какая-то фобия, они их давят при каждом удобном случае. Так, разлетелся чудненько. Вон еще дружище его едет. Еще один минус. И кто-то еще. Третий! Ха-ро-шо! Шторм? Да, только шторм. Ладно, тоже сойдет. За три ваншота в принципе. Правда, у меня прочности уже меньше половины осталось. Мне бы починиться. Поехали чиниться. Тут ближайший город есть. И что это? У меня слон закончит бабло-то отжирать, нет? Он просто нон-стопом жрет и жрет и жрет и жрет это бабло. Ну ладно, 810 на слона. Ну-ка, погоди. 120 из 250. Да и ядрить его налево. Мне его полностью, я его даже наполовину еще, считай, не починил. Да ну нахрен, это просто кошмар какой-то. Это реально дичайший. Здорово, мужики, а что это у вас тут? Глянь-ка, очередь? Самая натуральная очередь. А, нет. Это хоровод. Ну окей. Будете вокруг меня хоровод водить. Дайте я здесь встану, встану вот, вот так, ага. И мы с вами сделаем красивую превьюшку. Мужики, я на паузу нажал, хватит ногами перебирать. Э, слезай с крыши-то. Нихрена, э, нет. Это противоестественная деревня, я отсюда уезжаю. Я хотел просто проследить, куда они двигаются, где конечная точка. А ну вот как, они вообще по крышам лазают. Читаке. Так, этого кочевника все, заткнули. Далеко ехать-то? Да нет, уже, считай, приехали. Это гиблое место. Не хочу соваться в это болото без важной причины. Прямо так? И смотри, берет, просто уезжает. А че ты так испугался-то? Я не помню, чтоб здесь было какое-то болото. Вообще не. Ну-ка, дай-ка мне в пятку. Погоди, че там по заданиям. Найти гомера, найти преодолеть болото. Путь к вратам преграждает болото. Нужно найти мелкое место или тропу, чтобы перебраться на другую сторону. Пойдем искать. Мне прямо через болото брод искать? Или вообще вон там наверх через гуру? Это гиблое место. Ясно, 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 понятно. То есть прямо в болото он здесь вообще ни под каким предлогом ехать не хочет. Давай через верх. Сейчас поищем. Эй! Ну, собак, ты такая! Прозрачная текстурина здесь, хрен проедешь. Ясно, понятно. Короче, ладно, это означает только одно. Это означает, что надо ехать точно через верх. Где-то здесь была еще одна побочка. Я, ребята, покатил в тот город, где мы эту побочку брали. Возьму ее, вернусь опять же на этот перекресток. И будем с вами продолжать уже... Промазал. По крыше попал. Будем продолжать следующей серии. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok